Здравствуйте, дорогие друзья! Московское время 17 часов 5 минут, и мы начинаем наш вечерний разговор с... у нас сегодня дорогой гость Гарри Каспаров. Гарри Кемович, приветствую тебя! Приветствую! Ну, как и было заявлено, разговор идет о том, что вот год с момента, прошел год с момента уже полноценной войны, полноценного вторжения фашистской России в Украину, и хотелось бы подвести с тобой итоги. Сначала вопрос. Вот 23 февраля прошлого года, ты знал, что война будет? Ну, знать до конца невозможно было, но я считал, что вероятность приближается к 100%. Более того, довольно было такой, ну, я боюсь слово «забавный» использованный эпизод, потому что мы говорим про трагические события, но буквально за 3-4 дня до войны, я не помню, 20-21-го, я выступал в эфире украинского телевидения, по скайпу из Нью-Йорка, 1 плюс 1 студия была. И мои предостережения, я говорил о том, что война на пороге, они были встречены, так скажем, с известным скепсисом. Более того, один из политологов студии просто набросился на меня, обвинил меня в паникерстве и сказал, что вот из-за таких, как я, украинская экономика буксует, что все это страхи, которые нагоняют на украинцев, ни на кого, конечно, Путин не нападет, это все попытка заставить Украину подписать Минские соглашения, ну и так далее. Я, естественно, вынужден был ретироваться, потому что все-таки это Украина, это украинская территория, это украинский политолог, но сказал, что, может быть, я не прав, как бы я не гоню за лаврами Нострадамуса, но надо понимать, что мы имеем дело с диктатором, который не имел никогда аллергии на кровь, уже совершил ряд агрессий. И мне почему-то кажется, я сказал, что двухсоттысячная армия, которая была собрана у границ Украины, Украина, которая была окружена уже с севера, с востока и с юга, переброска части Тихоокеанского флота в Черное море, это вряд ли только для укрепления переговорных позиций. Более того, начиная с момента аннексии Крыма, путинская пропаганда постоянно говорила о том, что Украина это недогосударство, что пора восстанавливать историческую справедливость, ну и так далее. Набор этих мемов был, пропагандистских, который четко указывал вектор развития путинской мысли о ликвидации Украины как суверенного государства. Вот собрав все это вместе, я предположил, что война неизбежна. Ровно потому, что вообще из истории мы знаем, что диктаторы всегда врут о том, что они сделали. Ложь – это нормальное состояние. Но интересно, что очень часто они говорят о том, что они собираются сделать. Майнкамфта Гитлера довольно четко описывают планы фюрера. Но это был 25-й год, когда Гитлер был никем, глава маленькой партии и только что вышел из тюрьмы. А Путин мне очень про свои планы говорил довольно подробно, уже будучи президентом России. И опять, просуммировав эволюцию путинских слов и действий, потому что понятно, что в 2000 году он там мог только восстанавливать советский гимн. В 2005-м он уже сказал, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века. В 2007-м уже он там, глядя в глаза Бушу и другим лидерам свободного мира, в Мюнхене на конференции по безопасности сказал о том, что убирайтесь к границам 1997-го года. В 2008-м уже санкционировал нападение на Грузию. Ну и так далее. То есть все идет по восходящей. Поэтому к 22-му году я, насколько человек может быть уверен и не располагать точной информацией, был убежден, что вопрос нападения Путина, уже полномасштабного нападения на Украину с целью ликвидировать это государство и по существу ассимилировать украинцев, это вопрос времени, а не принцип. Что за этот год стало неожиданностью для тебя? Ну, на самом деле... Сюрпризы, как в ту и так приятную, так и в неприятную. Ну, давайте сначала поговорим о неприятном, о плохом. На самом деле о том, что дна у зла не существует. Вот этот кошмар, который нам казалось, что остался в исторических книгах или в каких-то там фэнтези-романах. На самом деле это просто бесконечно. То есть я как бы не испытывал никаких иллюзий по поводу человеколюбия российских генералов и российской армии. Мы все-таки видели и Чечню, мы видели и Сирию. Но вот то дно, которое пробивается буквально каждый день, это все-таки вот даже для меня явилось с определенной неожиданностью. И более того, наверное, впервые в истории человечества вот эти преступления, они как бы празднуются. Ну, мы видели, геноциды были в истории. Ну, во-первых, они их как-то узнавали потом, все-таки про Освенцим и Холокост узнали уже после освобождения. Да, были репортажи, ну, какие-то вот и просачивалась информация, но все-таки она не была общепринятым знанием. Паупод, Кампучи, Руанда, Босния, расстрел в Серебрянице. Это все было где-то на втором плане, мы опять узнавали об этом попозже. Более того, те, кто совершал преступления, не особенно как бы старались об этом рассказать подробно. А здесь же мы, в общем, видим буквально каждый день торжество путинских пропагандистов, рассказывающих про то, как они там взорвали очередной там жилой дом или там подстанцию какую-то, дающую электричество. То есть, когда будет трибунал, в чем я не сомневаюсь, международный трибунал, не надо даже будет подбирать свидетельства, они просто каждый день, они просто сами в этом признаются. Вот, честно говоря, вот такая гордость с преступлениями, она, в общем, даже на меня произвела впечатление. Теперь, что касается позитивных вещей, как бы, ну, Запад все-таки, все-таки сплотился. Понятно, что медленно, со скрипом, вот, ну, ну, что скажем, что говорить, Рузвельтов и Черчилля там нету сегодня, вот, да и с Деголеми плохо. Вот, но тем не менее, все-таки, вот, вот, оказалось, что даже отсутствие вот лидеров такого калибра все равно не останавливает систему, которая, ну, как всегда, демократическая, нацелена на, как бы, саморегулирование. И вот неожиданно выясняется, что даже дедушка Байден, вот, начинает вести себя, как, там, Рузвельт или как, там, Рейган и едет в Киев. То есть, вот, вот, что-то есть в демократиях, позволяющее даже, ну, лидерам, скажем, не первого эшелона, соответствовать тем историческим моментам, в которые они оказываются во главе своих-своих государств. Вот, ну, и, конечно, теперь это тут нельзя, нельзя это обойти, все равно это, скорее всего, даже надо было с этого начинать. Это то, что произошло в Украине. Это, безусловно, героизм украинцев и, ну, что здесь можно добавить, и совершенно беспрецедентное лидерство Зеленского. Вот, вот, тот факт, что опять сошлось все это вместе, вот, готовность украинцев сопротивляться, готовность терпеть лишения колоссальной жертвы, и лидерство, политическое лидерство, вот, вот, где оказалось политическое лидерство в мире сегодня, который сопоставимый, все в этом говорят, там, с Черчиллем сорокового года, вот это было, конечно, сюрпризом, но и надо сказать, что сюрпризом было и для Путина, конечно. Ну, вот здесь, наверное, интересно отметить, что Украина, вот мы, что вы сейчас поняли, она прошла путь, для которого Россия затормозила. Это путь создания национального государства. Есть украинцы, и неважно, как говорится, этническая принадлежность не имеет значения, они все украинцы. И Зеленский, еврей Зеленский президент, и русские, этнические русские офицеры, которые справились в украинской армии, и там и венгры, и греки, ну, там, естественно, просто Украина же тоже меганациональное государство, как любили в СССР говорить, они украинцы все. А в России этот процесс, он, может быть, где-то начался в 91-м году, а потом затормозился снова. В России осталась империя. И вот столкновение империи национального государства, там, где вот люди понимают, что они сражаются за свою страну, и неважно, на какой языке они говорили, когда родились, какой у них язык первый, они являются гражданами своей страны. Вот это еще одна демонстрация, на мой взгляд, исключительно важная, потому что отвечать на вопрос, о том, каковы пределы вот этого вот отступления свободного мира, вот этот разговор о том, что там Китай, там Россия, авторитарные модели более эффективны, вот мы все увидели. По поводу, как говорится, в Китае все ясно с ковидом, как Китай справляется, точнее, не справляется с ковидом. А вот, а по поводу эффективности менеджеров, как гражданских, так и военных, мы видим на примере этой войны, имея колоссальный перевес вообще по всем статьям, российская армия, российские генералы, российское политическое руководство фактически завели страну в тупик, ровно потому, что они столкнулись с гораздо более эффективной системой управления и участия людей. Вот эта возможность проявлять креатив, вот когда маленькие вот эти мобильные группы украинских военных, в общем, располагая довольно, ну скажем, скромным огневым ресурсом в начале войны, когда они, по сути, остановились, все танковые армады, демонстрируют того, что свободные люди, у которых есть хоть что-то в руках, они всегда будут побеждать в столкновении с силами тоталитаризма. В чем, что очень характерно, извини, что я вторгаюсь, что очень характерно и очень наглядно, это то, что свобода и демократия столкнулись с тоталитаризмом, а не свободой на территории тоталитаризма, потому что война, это, конечно же, принято было считать всегда, что война, это показывает преимущество тоталитарных режимов. Нам всегда говорили, вот смотрите, столкнулись два тоталитаризма, гитлеровский и сталинский, а если бы там с той стороны были только демократии, то фашизм бы победил. Оказалось, фигня полная, оказалось, что демократия и свобода побеждает тоталитаризм на его поле, на поле войны. Потому что война, это, конечно же, авторитарное поле, безусловно. Единое началие, сворачивание демократии, оказывается совершенно все наоборот. Это действительно, это действительно настоящая, настоящая такая вот иллюстрация историческая. Картинка, которую история показала и доказала, что, в общем-то, демократия это все-таки более эффективный способ правления, свободу. Игорь, не будем забывать, что в Второй мировой войне участвовали и в коалиции участвовали две демократические страны. И первые вообще два года Англия воевала в одиночку. Безусловно. Против Третьего Рейха, союзником которого был Советский Союз. Но что мне кажется, добавить в вопрос суждения, мне кажется, очень важному сейчас, это то, что это не просто на территории тоталитаризма, это на территории бывшей Российской империи. То есть, на самом деле, территория, которая, ну, скажем, никогда не была полноценной частью вот этого западного мира. Понятно, что, как бы, часть Украины находилась там в Польше, то есть, вот, она была западнее гораздо российских областей, вот, имперских. Тем не менее, все равно это Восточная Европа, это та территория, которая никогда не была полностью интегрирована, даже частично, в вот этот западноевропейский дискурс цивилизационный. И тем не менее, тем не менее, оказалось, что, я не знаю, связано ли это с географическим положением, запад или нет, но тем не менее, вот, люди, живущие там, причем многие из них просто являются этническими русскими или украинцами, говорящими по-русски, то есть, вроде бы, являющимися частью вот этой восточной цивилизационной ветки, они четко сделали свой выбор. Мне, кстати, очень интересно вот понять причины этого. На мой взгляд, вообще, расхождение России и Украины, об этом как-то сейчас, ну, война идет, естественно, не до этого, но тем не менее, разобраться, вот, когда же дороги разошлись. На мой взгляд, вот такая точка бифрукации историческая, это 1994 год, это вопрос смены власти, потому что, ну, вот, распался Советский Союз, появились, ну, по крайней мере, внешне демократические государства, институты демократические выборы. Ну, понятно, что со всеми издержками, все-таки, это были демократические общества, или, точнее, стремящиеся к построению полноценной демократии. И в России Ельцин, столкнувшись с очевидной угрозой своей власти, с рейтингом, который стремился к нулю, к точке замерзания, начинает Чеченскую войну, 1994 год. И оттуда дальше, ну, в общем, можно уже делать такую логическую, выстраивать логическую цепочку. Хотя, конечно, и 1993 год был, растрел парламент, но тем не менее, Чеченская война, это все-таки вот важная-важная реперная точка на вот этой, на карте, дорожной карте продвижения России, вот этого неустойчивого демократии к тоталитаризму. А в Украине проходит выбор, и президент Кравчук проигрывает выборы и уходит. Вот мне кажется, вот это, на самом деле, имел вот этот факт, вроде бы такой незначительный, имел колоссальное влияние на сознание вот этого молодого украинского общества, еще не зрелого, но тем не менее, у людей возникает понимание того, что мы народ, мы решаем, мы проголосовали, он ушел. И интересно, что Кучма, абсолютно пророссийский президент, он, в общем, да, но он, конечно, подыгрывает Путину с Януковичем, но не до конца, все-таки он не готов сдавать вот эту украинскую демократию. И дважды, в 2004 и 2014 году, попытки как бы выступить против воли народа приводят к Майдану, к революции, и, ну, в итоге, потому что сейчас мы видим, ну, вот созревшее общество оказалось способным не только на Майдан, но и на сопротивление одной из самых там мощных армий в мире, по крайней мере, так об этом думали до начала вторжения. Ты знаешь, ты здесь затронул невероятно важную тему, вот развилка, когда Украина и Россия разошлись. Но то, что ты вот ткнул пальцем в эту болевую точку 1994 года, это действительно здорово, это очень точно. Но, в общем-то, расхождение, почему Украина, не Россия, это все-таки, так сказать, это еще расхождение между московским и литовским княжествами, так сказать, давнишние. Вот это вот то, что литовское княжество, литовская Русь, так называемая, ну, так, собственно, она так и называлась, литовская Русь, это все-таки была Европа, это было макдергургское право, самоуправление, демократия, выборность и так далее. Ну, а московское княжество, московская Русь, это все-таки была Орда, это было Ордынское наследие. Вот, извини, что тоже вторгаюсь, на самом деле, есть какие-то вот отголоски вот далекого-далекого прошлого, вот, которые, вот, они вылезают, вроде бы, вроде бы, как бы столетия прошли, да, уже такая толща времен такая, знаешь, а тем не менее, вот, вот это, вот эти ростки никуда не делись. И можно даже сейчас рассматривать, ну, такой вот, через историческую призму, это как последнее столкновение такое, вот Орды с Западной Русью. Вот, 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 вот это столкновение идет, и опять инстинктивно Западный мир, понятно, там, НАТО, там, все основные принципы, но, наконец, вмешался в эту историю, и был надеяться, что вот это, что вот это Ордынство, наконец, потерпит поражение. Хотя, вот, мне кажется, что вообще, вот, если опять брать эти исторические параллели, вот, ну, российская история, там есть разные периоды, естественно, вот, вот, ну, к сожалению, там плохого больше, чем хорошего, вот. Но, если посмотреть на путинский, вот, стиль управления, вот, путинизм, если такую вот попробовать, характеристику ему дать. У меня возникла мысль, ну, вот как, вот интересно было сейчас поговорить, потому что у тебя не меньше объем познаний уже в этой сфере. Мне кажется, что путинизм собрал в себя вот все худшие характеристики разных периодов российской истории. Вот все, что было негативного, вот так вот слилось вот в это. Начиная с вот этой ордынской военной машины жестокости, вот этой бессмысленной, бизантийское мессианство, такое самодурство царей, вот как бы мы над законом. А потом уже добавится уже советская мифология. Потом, естественно, будет вот эта вот эта, как это там, холодная голова, горячее сердце, чистые руки, да, вот это вот это. Чекизм, да. Вот чекизм, и все это в оболочке вот этого блатного мира, который вот это андеграунда, который, к сожалению, в общем был в Советском Союзе довольно распространен. Вот представь себе вот эту смесь гремучую. И к этому еще добавились совершенно безумные деньги и полная импотенция в первые, как говорится, на первых этапах путинского управления Западу. Вот это вот все представить себе. И поэтому то, что мы сейчас видим, это, мне кажется, логическое завершение вот этого пути. С одной стороны, как говорится, пути Российской империи, потому что я уверен, что это последняя война Российской империи, это завершение ее истории. А с другой стороны, непонимание Запада, что холодная война на самом деле, она не завершилась переформатированием мира. Вот 91-й год, на самом деле, оставил много вопросов. Да, СССР развалился, но вот это зло, оно на самом деле осталось похороненным под обломкой Берлинской стены, но оно могло вылезти, как оно и вылезло. Ровно потому, что картина мира новая, которая должна была бы сложиться в результате вот этого результата холодной войны, она не сложилась. И, соответственно, любая неопределенность, как мы знаем всегда, она на руку силам авторитаризма, тоталитаризма. И Путин просто подобрал то, что лежало на земле. То есть, а почему бы не сделать это, а почему бы это не сделать? И только сейчас Запад начинает понимать, что это не вопрос только украинской войны, на самом деле. Это не вопрос только восстановления украинского суверенитета и восстановления территориальной целостности. Это глобальный вопрос противостояния сил свободы и демократии силам тоталитаризма. И здесь Путин в данном случае как бы выступает как глава профсоюза диктаторов. И поэтому я думаю, что сейчас все диктаторы от Северной Кореи до Венесуэла, от Белоруссии до Зимбабве, они находятся в большой тревоге. И видно, как Китай маневрирует, понимаешь, с одной стороны, конечно, надо придерживаться международных правил, а с другой стороны, нельзя дать Путину проиграть. И вот эта такая двойственность китайской позиции, она выдает их явную неготовность реагировать, адекватно реагировать на то, что происходит. Вот не могу не задать тебе вопрос, как человеку, который полностью интегрирован в американскую политику. Ты постоянно пишешь статьи, ведущие американские газеты, вступаешь в дискуссии и, в общем, прямо скажем, уже, ну, не знаю, считаешь ли ты себя американским политиком, но во всяком случае по факту ты таковым являешься, если считать политикой влияние на политику. Здесь, что называется, это уже факт. Так вот вопрос, почему все-таки вот эта вот пипеточная, как называет Арестович, помощь, в чем признаки, я не знаю, насколько ты разделяешь этот термин, пипеточной помощи, то есть, ну, вот, очевидно, что она, в общем-то, с самого начала, понятно, почему она с самого начала была недостаточной, потому что все думали, что Украина быстро проиграет, и все, все оружие достанется Путина. Но уж потом, когда стало ясно, что ничего похожего не происходит, что украинцы и сами без западного оружия сопротивляются достаточно отважно, почему все-таки так медленно и так недостаточно? Я просто, я, правда, не знаю ответа на этот вопрос, хотя много слышал версий. Надо все-таки для тех, кто слушает, зафиксировать, что у меня нет американского паспорта, я живу по грейн-карте в Америке, поэтому мое влияние на американскую политику, оно, как бы, оно носит именно такой опосредственный характер. Я действительно очень много пишу, очень много выступаю здесь, но, тем не менее, как бы, я для себя четко отфиксировал, что, как бы, получение американского гражданства для человека, который пытается что-то сделать для России, оно является неприемлемым. Я путешествую по хорватскому паспорту, это все знают, как бы, а здесь живу по грейн-карте. Теперь, ответа на этот вопрос, на самом деле, точно нету. Но есть ряд версий, которые, на мой взгляд, как бы, если их сложить вместе, они дают более-менее понятную картину происходящему. Значит, надо, во-первых, начать с того, что в Америке после Бушет-младшего, после Афганской и Иракской войны, возник мощный тренд во внутренней политике на уход Америки с мировой сцены. То есть, так скажем, минимизацию американского участия во всех этих делах. И три президента подряд, которые выбирались, это Обама, это Трамп и это даже Байден, они шли по домашней повестке. Более того, их задачей было по разным, причем идеологическим причинам, прекратить расползание вот этих конфликтов в мире и американского участия в этих конфликтах. То есть, мир там живет как-то, но мы должны как-то найти алгоритм, чтобы не влезать никуда. Народ отреагировал. Две войны, все-таки это Афганская и Иракская, ну вот они повлияли на общество. В какой-то мере это, я не могу сказать, я тогда был совсем маленький, живой СССР, но диетанский синдром какой-то начал работать. Обама выступал с левой позиции, что надо как-то извиниться за все, как бы со всеми договориться. То есть, на самом деле, именно в президентство Обамы и возникает ощущение безнаказанности Путина. Вот, то есть, вот. Более того, как бы там после Обама приходит Трамп, который, в общем, опять по другим причинам дает Путину кармблаш. Не буду влезать в конспиративные теории, там, Трамп на крючке ОКГБ. Нет, это не имеет значения. Это тренд, по самом деле. И администрация Байдена, которая была выбрана, ну это опять чисто внутренний вопрос, как бы. Люди голосовали за Байдена, потому что он не Трамп. То есть, она была разделена, как бы, и Байден на соплях побеждает. У нее была чисто внутренняя повестка. Вот просто связанная там, ну опять, со своими тут там, левацкими, может быть, завихрениями. Но, тем не менее, это была внутренняя повестка. Внешние вопросы волновались постоку-поскопу. Одна из вещей, которую Байден собирался, как бы, сделать, это вернуться в иранскую ядерную сделку. На самом деле, на мой взгляд, одно из самых плохих решений Обамы. Но, опять, администрация Байдена во многом перекликалась с обамской администрацией. Байден там был виспрезидентом. И многие люди, которые занимали ключевые посты, не только на самом верху, но и на уровне замминистров Пентагонии, в Госдепартаменте, они тоже вернулись. И они как бы хотели это провести. То есть, никакой готовности к вот этому глобальному конфликту даже близко не было. Более того, встречи Байдена с Путиным, вот эти саммиты, я говорю саммиты в множественном числе, потому что была личная встреча, а потом два саммита в онлайне. Ну, сейчас онлайн-саммит приравнивается к саммиту. Это была все-таки встреча на высшем уровне. Три встречи за полгода. На мой взгляд, это указывает на то, что в администрации начали происходить какие-то изменения. Потому что первая встреча была явно, ну как там договориться, ну уж хватит про Украину, а вот у нас проблемы с Ираном есть. Украина не была главным фактором. Путин из нее сделал четкие выводы, что ну так сейчас мы договоримся, сейчас мы все решим. Значит, явно американцы не готовы защищать Украину. Это было довольно очевидно. И администрация пыталась заставить Зеленского как-то вот сделать Минск какой-нибудь. Ну, избавьте нас от этой головной боли. То есть, вот эта политика была настолько очевидна была, сейчас, конечно, они будут говорить другое, но было видно, что все шло про это. И последующие встречи, вторая и третья, вот эти онлайновые, я думаю, они стали следствием того, что американцы начали понимать вообще, что Путин по-другому их услышал. Это классическая ошибка. Так же, как Гитлер считал, ну Чехословакия, Польша, какая разница, ну вы же меня отдаете в Восточную Европу, чего вы тут по этому поводу заморачиваете? То же самое здесь. У них возникло ощущение, что Путин их неправильно понял, что вообще-то он собирается там что-то натворить в Украине. Поэтому у американцев уже появляет чувство тревоги, и они начинают говорить, в отличие от европейцев, что вообще-то война становится все более и более вероятной. Потому что итоги встреч указывают, что Путин вообще как бы их воспринимает, ну мы там договоримся здесь, я разменяю что-то с вами. Они готовы были там менять Минск на иранскую сделку, но не украинский суверенитет. И поэтому буквально к концу 2021 года американская администрация оказывается просто в тупике, потому что вдруг становится очевидным, что им придется иметь дело не с переговорами бесконечными и с торгом, а с реальной войной. Вот они, ну уже все видно было. Они так раз в этом уже не сомневались. И с этого момента в американской администрации начинается серьезная внутренняя борьба. Потому что все равно большинство людей, которые пришли с Байденом, они хотели как бы тему, ну мы не можем ее закрыть, но уж минимизировать. И поэтому они исходили из того, что там война в Украине будет вот там Вьетам, Афганистаном очередным для русских на этот раз. И поэтому, когда мы смотрим на заявления американских политиков и генералов, вопросы помощи Украине, оружия, они как раз шли именно вот исходя из той концепции. Поэтому стингеры, джаверлины, вот это такое оружие партизанской войны. Конечно, грубейший просчет был. Абсолютно грубейший просчет, потому что Украина ни по каким характеристикам на Афганистан и Вьетнам не похожа. Во-первых, просто по географическому. Там ни гор, ни джунглей нет. Потом это все-таки страна урбанизированная. Совершенно с другой структурой населения. И понятно, что там такой партизанской войны, ну как в городах она будет вести, что ли? То есть это, ну, я понимаю, там были, конечно, партизаны в конце 40-х, 50-х годов, которые воевали из украинской освободительной армии с коммунистами. Но сейчас все поменялось. Понятно, что если бы Путину удалось захватить Киев, посадить Медведчука, то, в общем, я сомневаюсь, что реальное партизанское сопротивление могло бы Путина остановить. Но я повторяю, американцы в тот момент, они находились в состоянии, ну, не прострации, но не понимали, что делать. Плюс тотальные права в Афганистане. Афганистан же тоже, в общем-то, результат вот этой попытки ухода, не думая о последствиях. То есть чудовищные права в Афганистане. Ну, просто отдать, отдать просто целую страну в руки бандитов религиозных. Причем не будучи к этому вынужден. Но опять, это был план, надо уходить. Причем Трамп подписал договор с Талибаном. А эти просто его выполнили, не задумываясь о последствиях. И страна, которая, да, коррумпированная, да, там все это, все мы понимаем. Демократия там была, там, вилами на воде писана. Тем не менее, там страна, в которой все-таки женщины могли учиться, и в которой существовали хоть какие-то нормы права. Сейчас погрузилось в Средневековье. И только потому, что американцы увели там три тысячи своих солдат, нулевые потери были в последний год вообще, вот, и просто изменили весь баланс сил в регионе. Забавно, что люди, которые оставили в Афганистане оружие на миллиарды долларов в руках Талибана, те же самые люди, ну, конкретно, скажем, генерал Милин, начальник объединенного комитета штабов, в начале февраля прошлого года, выступая в Конгрессе США, говорила о том, что нельзя давать Украине современное оружие, потому что война кончится там в две недели, и это оружие останется в руках у Путина. Ну, забавно, то есть, вот, вот, только что оставили Талибана, а теперь вот сильно заботимся, что попадет в руки Путина. Вот, понятно, что это было более современное оружие, тем не менее. Это была концепция, которой придерживались американцы. Потому что, я повторяю, это начальник комитета штабов, выступает в Конгрессе, дает показания. Оценка ЦРУ по поводу войны Билла Бернса была такая же, как и оценка Путина. В четыре дня Киев падет. То есть, как бы, американцы готовились к переходу войны вот в такую партизанскую фазу, которую они себе рисовали, там, Вьетнам, Афганистан, абсолютно не понимая того, что происходит, вот, что происходит на земле. То есть, так же, как для Путина стало шоком неспособность Российской армии взять Киев в три или четыре дня, сколько там они там планировали. Причем, понятно, что план-то был, как бы, уже расписан, потому что Медведчук-то остался в Киеве. Ну, то есть, прекрасно понимаешь, что в случае неудачи он просто объект номер один. Но, видимо, уверенность в том, что российские танки войдут в Киев в эти 96 часов, она была такой, что он даже готов был рискнуть или получил указание рискнуть. Ну, в общем, остался в Киеве. Так вот, с момента, как бы, вот этого чудесного спасения Киева, можно говорить, чудо на Марне, 1914 год, я бы говорил, скорее, про 1940 год, про битву за Британию, когда вдруг становится очевидно, что украинская армия сопротивляется, а Зеленский, которому американцы предложили уехать, тоже показатель? Уезжайте. То есть, готовы были эвакуировать, скорее всего, как говорится, чтобы сохранить Зеленского, как там, для переговорных позиций. Вот там, переговорили, какую часть Украины Путин им там с барского плеча готов будет сбросить. И вдруг выясняют, что начинается полноценная война. И в этой войне Путин не может выиграть немедленно. И в американской администрации начинает происходить постепенный, как бы, такой перелом. Вырисовываются две партии. Как бы, вот, партия вот этих пораженцев, вот, она, ну, она, как бы, она была сильной, так и осталась. Ее возглавляет, идейно возглавляет ее, как раз, директор ЦРУ Билл Бернс, бывший посол Америки в России, бывший замедитель при Обаме в Госдепартаменте, второй человек в Госдепартаменте, всегда выступавший против решения НАТО. То есть, вот, на самом деле, Бернс и многие, как он, они выросли в мире, в котором все решали СССР и США. Вот эта простая такая, как бы, картинка такая, бинарная. Вот сложный мир, на самом деле, немножко раздражает. Вот как-то проще договориться просто между собой. И, мне кажется, исходя из этих представлений о мире, в общем-то, он и, как бы, и давал советы Байдену, и выстраивал свои, как бы, свои логические концепции. Его поддерживает Джейк Салливан, глава администрации, такой молодой выучник Киссинджера, тоже реальная политика. А это, как такой, как бы, реверс Киссинджера. То есть, Киссинджер, концепция его самая знаменитая, это подружиться с Китаем против России. А здесь, как бы, подружиться, по крайней мере, не подружиться, но навести мосты с Россией, потому что главная угроза Китай. Ну и дальше, я не буду заморачивать, там много людей, как бы, которые находятся на, не на столь важных постах, но которые поддерживают вот эту группу. Но в противовесе формируется другая группа, которая возглавляет, к моему вязчему изумлению, глава Пентагона, генерал Остин. В общем, до этого, как бы, незаметный в каких-то политических раскладах американских. Ясно, что он был назначен Байденом только по, как говорится, по такой расовой квоте. Вот. И, слава богу, неожиданно оказалось. То есть, вот человек оказался твердым сторонником вот того, что вообще-то это наша обязанность защищать Украину, потому что это та война, которую Европа готовила с 49-го года. На самом деле, Украина делает то, для чего создавалась НАТО. Спасает свободную Европу от советского, в данном случае, российского вторжения. И его сторонником становится глава Госдепартамента. То есть, все-таки, два ключевых министра. И вот до сегодняшнего дня вот это сражение в администрации не заканчивается. Вот эта борьба идет, и, соответственно, кто побеждает у Байдена в кабинете, вот туда и туда и сдвигается. Судя по всему, все-таки, сдвижка произошла в сторону тех, кто ратует за победу Украины. И поездка Байдена в Киев, мне кажется, это во многом подвела черту под принципиальным спором. Потому что между концепцией «Украина не должна проиграть, Россия не должна выиграть» и «Украина должна победить» на самом деле целая пропасть. И хотя Байден еще не сказал заветные слова «Украина должна победить», вот по английскому языке там более четко глагол есть «must win», тем не менее, видно, что Байден связал свою политическую судьбу, если он собирается баллотироваться, а пока, судя по всему, хочет снова баллотироваться, с украинской победой. Но эта борьба заняла почти год. Вот эта внутренняя борьба в администрации. И она, естественно, имела отзывки в Европе. Потому что на самом деле, ну, хотя Европа смотрит на Америку, но тем не менее, шла своя война в Европе. Вот такая внутриполитическая. И в Германии, и во Франции. Ну, Англия оказалась первой страной. Такая, видимо, генетическая память. Вот Джонсон, который писал книгу о Черчилле, он и повелся, как Черчилль. Вот, и поездка-поездка в Киев, тоже первый из лидеров западного мира, кто приезжает в Киев. И помощь военная, ну, такого объема оружия там нет, как в Америке. Тем не менее, видно было, что в Европе начались свои процессы. Очень быстро формируется коалиция поляков и балтийских стран. Вот, то есть, мы на самом деле видим, что происходят изменения. И я бы не, все-таки, ну, такой физиологический термин, как пипеточная помощь, не использовал. Потому что западные демократии, они на той демократии, что они вынуждены реагировать на вообще общественное мнение. И важно, что это общественное мнение, оно по-прежнему поддерживает вот эту военную помощь Украине. Оно не сдвинулось. То есть, Путин на что рассчитывал? Зима, холод, повышение цен, раскол в элитах, подъем ультраправых, ультралевых, которых он содержит, которые будут требовать изменения политики, и все это рухнет. Не рухнет. И вот надо сказать, что все-таки опять Запад продемонстрирует гибкость. Прошел год, коалиция на месте, более того, танки пришли, вот мы сейчас говорим первые, и самолеты придут, и ракеты дальнего действия. То есть, Запад все-таки двигается. И, я говорю, при том, что Байден явно никогда не готовился к роли лидера свободного мира вот в таком масштабе, тем не менее, все-таки, мне кажется, движение, вектор есть, направление вектора, оно совершенно правильное. И хотя это меньше, чем Украине нужно для победы сейчас, но это гораздо больше, чем ожидал Путин. И надо сказать, что главный расчет Путина на раскол Запада, он полностью не оправдался. Ну, зима еще казалась мягкой, но, тем не менее, как бы зима – это природа, а поведение людей, на мой взгляд, оно, в общем, оно произошло в мое ожидание. То есть, я все-таки, я ожидал худшего. При том, что опять, все эти расклады внутри Америки, они достаточно очевидны. Об этом не любят говорить, но видно, кто за что выступает. И Байден, пусть шашками медленно, но двигается в правильную сторону. Гарри, ну вот с той сферы, где ты чувствуешь себя очень уверенно и можешь применить свой шахматный гений для анализа, я предлагаю вступить на две, несколько более зыбкие почвы. Первая почва – это прогноз. Война в этом году закончится, как ты считаешь? Еще раз я говорю, здесь мы говорим про вероятности, все-таки статистические вероятности. Я считаю, что да, я считаю, что война закончится, победа Украины в этом году. Это важно. Извините, что я добавлю, победа Украины, с моей точки зрения, это освобождение всех украинских территорий до Севастополя включительно. И вот теперь логичный переход к еще более зыбкой почве – это судьба России. Потому что, ну, более-менее понятно, что там, что такое победа Украины, что произойдет в этот момент на восточной границе, после того, как эта граница состоит на границе 91-го года. И здесь я хотел бы этот вопрос увязать с твоим визитом и выступлением на Мюнхенской конференции. Значит, где, собственно, и обсуждались эти вопросы. Вот я бы хотел, чтобы ты как-то поделился своими мыслями, ну, в том числе и теми, которые мы знаем, то, что ты говорил на Мюнхенской конференции. Там до этого было много твоих выступлений, была ваша совместная статья с Ходорковским. Ну, вот в целом, что будет с Россией после того, как Путин потерпит предположение? Путин останется, Путин уйдет. Кто придет, будет смута, будет распад России. Что вообще будет происходить? Твой анализ. Ну, здесь мы действительно уступаем на очень зыбкую почву предположений, потому что развилок становится все больше и больше и больше. Историческая аналогия, если ее будем проводить, она, конечно, указывает на то, что поражение такого масштаба геополитические военные всегда приводили в России к переменам. Причем серьезным переменам, даже революционным переменам. Можно много привести примеров, но даже если вспомнить русско-японскую, войну, которая была, бог знает где, там, Маньчжурию на карте найти, я думаю, не каждый мог, она все равно явилась отзвуком огромных событий, которые в итоге, в общем-то, и привели к тем последствиям, которые мы до сегодняшнего дня расскажем. Поражение в войне означает, сейчас было сказано, как возвращение границ 91-го года, и, соответственно, возвращение армии, разбитой, озлобленной армии на территорию России. Плюс мы понимаем, что будет энное количество беженцев, которые будут уходить. Ну, те, кто приехал, приехал в Крым или на восток Украины незаконно, и которых, ну, будем надеяться, вежливо попросят уехать. Вот дальше, на самом деле, ситуация будет зависеть от того, насколько Запад готов активно участвовать в этом процессе. Потому что одна из проблем Запада сегодня, ну, в первую очередь, американцев, это то, насколько российская смута и очень вероятный распад России, точнее, ну, изменение ее сегодняшних границ официальных, границ 91-го года, повлияют на соотношение сил между Западом и Китаем. Потому что китайская коалиция выстраивается. Мы же видим, что фактически Средняя Азия, Советская Средняя Азия, Центральная Азия, если говорить правильно, по сегодняшним политкорректным меркам, она находится полностью под Китаем. Это сфера влияния Китая, и ясно, что внешняя политика Казахстана, она ориентирована на Пекин. Ну, так же, как и других стран в регионе, они понимают, кто здесь главный. Насколько Китай окажется выигрыша от этого? И это тоже одна из причин, по которой американцы там чешут затылки, а что будет дальше? Активная поэксперта Запада должна, на мой взгляд, заключаться в том, чтобы зафиксировать условия украинской победы не только как освобождение всех территорий и выплаты репараций, но и продвижение идей, нам очень близко, трибунала. На этот раз трибунал не вообще о чем, а о конкретных военных преступлениях и геноциде. Вот то, о чем мы уже говорили сегодня, все это, о чем они сегодня хвастаются по телевизору. Вот это все, это материал для трибунала, аналогичный у Нюрнбергска. На мой взгляд, такой трибунал должен быть создан независимо от международного суда в Гааке. Гаакский суд, он там имеет довольно большие полномочия, но вот агрессивная война, вот она туда все-таки не входит. И я бы считал, что важно было бы иметь независимый суд, который бы по лекалам Нюрнберга классифицировал бы военных преступников, как и тогда было. Это политическое руководство, это военное руководство, выполняющее преступные приказы, это так называемые силовые структуры, которые проводят акции геноцида, это пропагандисты, очень важно, которые унавоживают почву вот этой ненавистью, и это те, кто поддерживают всю эту систему своими компетентными советами в области финансовой экономики. Понятно, что последняя группа, когда же была в Нюрнберге, она обычно получает наименьшие сроки и к ней относится с большей терпимостью, тем не менее, это факт. Вот это те пять групп, которые были зафиксированы, и Нюрнберг четко определил их долю виновности. Помимо самого Нюрнберга, там было еще много процессов, которые были ответвлениями. Нюрнберг такое-такое дерево, а это были такие ветви. Я считаю, что это необходимо сделать сейчас. И в этом случае возникает ситуация, когда в России новая власть, потому что я не верю в то, что Путин после возвращения Крыма в Украину сможет удержаться у власти. Крым – это такая сакральная вещь для диктатора. Вот любая диктатура, она же базируется на мифологии. Основой путинской мифологии является Крым. С 2014 года это стало просто как бы главным символом его правления. Украинский флаг Севастополя – это крах путинского режима. Вот у меня никаких сомнений в этом нет. Я даже не знаю, как это случится. Кто там ударит его табакеркой, упадет ли он там с горшка своего, куда-то. Это все не имеет никакого значения. Я считаю, что режим обречен. А вот что будет потом? Вот здесь, мне кажется, очень важно, будет ли отфиксирована четкая позиция Запада о неприемлемости переговоров с любым правительством, в котором будут находиться военные преступники. И пока в России этих перемен не произойдет, Запад будет держать санкции. Санкционный режим, на самом деле, он смертелен для России. Ну, может быть, не в краткосрочной, но в среднесрочной перспективе. Экономика реально не выдержит год-два, сколько бы это ни продолжалось. Понятно, что Россия интегрировалась уже после распада СССР в мировое сообщество, в мировую экономическую систему. И сегодня попытки вернуться в режим авторки, они обречены. Никакого импортозамещения не происходит. Поэтому это вопрос времени, когда система начнет полностью трещать и пойдет ко дну. И тогда возникает ситуация, в которой российское общество и российские, ну, я не знаю, назовем их элитами, в первую очередь региональные, должны задуматься о будущем. А будущее достаточно будет, вот как бы оно просматривается. Или сползание к статусу китайской провинции, или того, что останется на Востоке. Это все вкупе с распадом России, с уходом многих территорий. Или попытка сохранить единство любой ценой, как бы купив дорогу обратно в Европу. То есть соглашаясь с тем, что есть правила, по которым надо играть. Не потому, что, как говорится, вдруг завтра губернаторы эти правила, или даже российское общество в целом, будет готово принять сердцем, но желудком их будет точно принимать. Вот понятно, что надо туда. Вот надо тут, выбор между Европой и Китаем, мне кажется, для большинства россиян достаточно очевиден. И тогда возникает надежда, что будут созданы предпосылки для создания переходного технократического правительства, задачей которого будет распуск Российской империи. Это совершенно очевидно. Мне кажется, вот здесь нам надо с этого начинать. И, скажем, многие российские оппозиционеры, они как бы эту тему стыдливо обходят стороной. А без этого уже никуда не деться. Мы все равно живем в Российской империи. Вот эта парадигма Российской империи, она продолжает возрождаться, как феникс из пепла. И пока не будет зафиксировано, что все, империя закончилась, мы начинаем строить национальное государство. Как вот мы говорили же у украинцев, что этнический вопрос уходит на второй план, есть национальная принадлежность. Вот все граждане России, называемых русскими. Кто не хочет этого, и такое может вполне случиться. Более того, я даже почти уверен, что там Татарстан, Башкортостан, Чечня отдельная история. Хотя я не сомневаюсь, что Кадыров там уже разглаживает зеленое знамя Ислама там и держит где-то фотографии генерала Дудаева. Так, на всякий случай. Ну, что-то вот, нет, все это подсказывают, что эта опция Кадыровым серьезно рассматривается. Я думаю, что, извините, пожалуйста, я думаю, что рядом с разглаживанием зеленого знамя Ислама, он еще и разглаживает билет в Эмираты или еще куда-нибудь. Нет, 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 это само собой, но тем временем... Кровники, да, но, значит, вот, да, но если он сумеет реализовать вековую мечту о создании государства, может быть, договориться, черт его знает, я не знаю этих деталей. Но понятно, что опции уже другие, потому что Кадыров-то пропал-то там, его друга Пригожина там сейчас там мучат со всех сторон, а Кадырова как-то нет, вот он чем-то занят другим. Подозревают, что это, в общем, это занятие, это подготовка к тому состоянию, в котором Россия окажется после краха путинского режима. Так вот, часть территорий может уйти в свободное плавание. Я не исключаю, что что-то в Якутии может случиться. Ну, не знаю, опять, может быть, маловероятно. Тем не менее, совершенно очевидно, что эти проблемы придется решать в переговорном процессе. Более того, помимо этнического национализма, есть еще региональный сепаратизм. Еще какой? Естественно, естественно. И тоже вопрос, на который пока никто ответа не имеет. Значит, гарантии того, что это все трансформируется во что-то удобоваримое, относительно единое, федеративно-конфедеративное, готовое присоединяться в европрогическое пространство, никто дать не может. Ну, правильно вот сказал, Ходорковский сказал в Бюнхене, что бывают такие заболевания, когда 30-процентный шанс на выздоровление – это хорошо. То есть, мы, на самом деле, оказались в ситуации, когда нет хороших решений. Более того, даже ситуация 50 на 50, она тоже может оказаться недостижимой. Но очевидно одно, что продолжение войны и продолжение этой агонии ситуацию ухудшает. Потому что движение России к распаду, оно идет. И время империи закончилось. Российская империя, она не только империя прошлого, она еще неэффективная. Война показала все внутреннее ничтожество российского правящего класса и неспособность найти какой-то алгоритм взаимодействия с современным миром. Поэтому мы можем говорить только про вероятность того, что в условиях формирования на Западе четкой повестки о том, что никаких дел с военными преступниками и готовности начать разговор с новой Россией на этих условиях, условиях распуска империи и переформатирования государства, вот тогда возникает игровая ситуация. Повторяю, игровая ситуация. Она никоим образом не гарантирует успеха. Ну, ровно потому, что мы уже об этом говорили, возвращение озлобленной армии, сотен тысяч людей с оружием в руках. Страну, в которой уровень социального расслоения, ну, там уже перебил многие африканские страны. Мы понимаем, в общем-то, в каком состоянии оказывается Россия. Ведь все же эти силовые структуры, они же были о другом. Они же были там бизнеса отжимать, там за белленночниками гоняться там. Ну, никакого отношения к поддержанию правопорядка они не имели. И ясно, что вернувшиеся из-под Бахмута у Глидара или Херсона вояки, даже в том числе и мобилизованы. Я думаю, они не будут обращать внимания на все эти Росгвардии, которые жировали в тылу, пока там они погибали, их бросали в эти бессмысленные атаки на востоке Украины. То есть ситуация будет очевидна, совершенно классическая русская смута. А насколько из нее может быть выйти, я не знаю. По крайней мере, то, о чем писал Ходорковский свадник, «Как убить дракона», то, о чем писали в нашей статье, это какой-то план. Я даже всегда говорю, это план не хороший, не плохой. Он просто единственный, который сегодня можно обсуждать. Он, может быть, не реализуется, но ничего другого нет. Вот размышления о прекрасной России будущего такие гипотетические, вот мы проведем выборы, это уже даже не фантазия, это даже, мне кажется, просто оскорбление здравого смысла. Очевидно, что действительно болезнь зашла до такой степени уже, общество настолько расчеловечивалось, что, чтобы вернуть его из этой комы, вывезти, потребуется, может, не два года без выборов, а, может, и больше. Срок, за который надо будет лечить это общество, он пока для меня, во всяком случае, не очевиден. Гарри, в завершение я хотел бы, чтобы ты сейчас завершил наш разговор, вот чем, если можно. Вот что делать двум группам людей? Обе эти группы в разной степени ненавидят путинский режим, обе эти группы поддерживают Украину в ее справедливой войне против фашистского захватчика. Одна группа этих людей, это вот, это, ну, примерно около половины моих подписчиков, это те, кто живут в России. И вторая группа, это те, кто, как и я, не смог находиться в России и где-то в середине этой войны вынужден был уехать. Вот что бы ты посоветовал? Потому что очень хочется как-то приложить свои усилия для того, чтобы и Украина победила, и для того, чтобы, ну, может быть, какой-то минимальный шанс, чтобы на территории Северной Евразии наконец установилась нормальная жизнь. Что бы ты посоветовал вот этим двум категориям людей? Оставшимся и уехавшим? Мне кажется, вот в такой критической ситуации там давать глобальный совет, ну, немного было бы странным. Просто я могу описать как бы вот те сценарии, в которых разные группы людей могут принять участие. Ну, во-первых, те, кто остался в России, я понимаю, что их на самом деле там немало, тех людей, которые желают победы Украине и которые не принимают путинский режим. К сожалению, мы не можем точно оценить их количество. Понятно, что это меньшинство, но мы все равно говорим про миллионы людей. Совершенно очевидно, миллионы людей, которые, в общем, вынуждены сейчас молчать, вынуждены, ну, я не знаю, как они используют VPN или какие еще способы коммуникации, вот, потому что, понятно, сегодня любая попытка что-то сказать даже в онлайне, она жестоко карается. Мне проще говорить про тех людей, которые уехали уже все. Ровно потому, что они занимают по определению более активную позицию, могут себе это позволить. С моей точки зрения, здесь очень важно еще определить наши отношения с остальным миром. Здесь, на самом деле, тоже идет очень, вот, мне кажется, очень интересная сдвижка. Вот мы все помним, когда в конце мая прошлого года в Вильнюсе на антивоенной конференции первой был поднят вопрос, который почему-то окрестили потом как бы паспортом хорошего русского. Ну, такой мем появился, хотя тема, которую поднимали, вот, и поднял ее я, потом Дима Гудков, на самом деле, речь шла о попытках нащупать вообще вот способ интеграции той части российского думающего общества, которая уехала или была в процессе отъезда на Запад. Это еще было, кстати, до начала мобилизации и массового бегства людей. К сожалению, многие наши коллеги, они не поняли, на самом деле, насколько острая проблема возникла. А что с каждым днем отношение к любым владельцам русского паспорта, независимо от нашей позиции, будет ухудшаться. И мы сегодня видим, с какими проблемами сталкиваются люди, поддерживающие Украину, абсолютно там имеющие там стаж борьбы с путинским режимом, но неважно. И вот все равно попадаешь в эту категорию. Вот как немцы, те, которые уезжали к нам, даже великие немцы, Марлен Дитрих, Томас Маннс, все они все это ощущали на себе. Ну, понятно, не в таком масштабе, потому что, но все-таки эмиграция из Германии носила гораздо меньший характер тогда, чем сегодняшняя российская эмиграция. Мы говорим сейчас, наверное, про несколько миллионов человек. Кстати, точно проверить количество людей, которые уехало, убежало, невозможно. Можно только догадываться, глядя на неожиданный рост ВВП в Армении или на резкое увеличение запросов на кредитный карточек в Таджикистане. Мы можем по косвенным причинам понять, что это число стало очень большим. В последние несколько месяцев, даже в последние несколько недель, наметился перелом в отношении Запада, европейцев, у многих, к этой проблеме. То есть те страны, которые раньше четко выступали против любой попытки взаимодействия, сегодня настроены гораздо более благожелательно. Я выступал перед министром странных дел стран Евросоюза буквально неделю назад, 20 февраля. Это организовано было Польшей и Литвой. Меня представляли министр странных дел Польши и министр странных дел Литвы, Рауэ Лансбергис. И мои идеи о том, что надо найти способы интеграции этого потенциала российской эмиграции в свободный мир с последующей перспективой возвращения в Россию, они уже воспринимаются позитивно. То есть идея о том, что если есть, сказал, Северная Евразия, если есть Большая Северная Корея, то надо попробовать создать маленькую Южную Корею, пусть виртуальную. И здесь идея того, что люди уехавшие должны пройти самый простой тест на лояльность, подписав декларацию о том, что война преступная, режим нелегитимный, Украина единая, и тем самым получить право обратиться за документами, визами, видом на жительство и так далее. Эта идея начинает сейчас набирать обороты. Одно из преимуществ такой интеграции заключается в том, что если говорить о будущем России, то совершенно очевидно, что даже при нахождении каких-то компромиссов с региональными элитами, все равно построить на этом гнилом фундаменте что-то нормальное невозможно. Нужно менять десятки тысяч людей на самых разных уровнях пирамид. А где их взять? Так вот, неожиданно оказалось, что бегство самых способных, продвинутых людей России создает вот этот слой, интеллектуальный резервуар. Если у вас есть миллион людей, добившихся успеха, способных, думающих, то из них найти 50 тысяч, которые могут создать будущую лиду России, но это уже задача вполне разрешимая. И вот мне кажется, что сейчас этот процесс о том, что будет дальше в России, как можно использовать русскую эмиграцию, он начинает потихоньку набирать обороты. Я надеюсь, что нам удастся в ближайшие несколько месяцев, когда я говорю нам, российское интердействие, я работаю с Ходорковским, Буриевым, Алексашенко, Димой Гудковым. Вот здесь, мне кажется, есть определенная перспектива, и тогда у людей, которые находятся по эту сторону, половина, появится возможность сегодня интегрироваться в западное общество и, что очень важно, начать готовить, выстраивать горизонтальные связи, которые пригодятся, когда там все рухнет. Что касается людей, которые живут по ту сторону, я повторяю, в условиях, когда проявление любой активности карается тюремными сроками, мне, как человеку, живущему по другую сторону этой стены, этого железного занавеса, совет отдавать, мне кажется, было бы неправильно. Ну, единственный совет, который я всегда даю своим собеседникам, берегите себя. Абсолютно, да, берегитесь, потому что потенциал, интеллектуальный потенциал, вот морально-интеллектуальный потенциал, который потребуется для, будем надеяться, возвращения России вот в цивилизацию, он у нас очень ограничен, и поэтому каждая крупица такого потенциала, она может сыграть важную роль. Спасибо, спасибо, Гарри Кимович. Мы услышали мнение, позиции, мысли, планы. Гарри Кимовича Каспарова, я вам очень благодарен. Спасибо тебе, Гарри. Гарри Кимовича Каспарова, я вам очень благодарен. Спасибо, Гарри. Спасибо, Гарри. Спасибо, Гарри.